МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пришло время поговорить о здоровье. Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. Щитовидную железу иногда называют эндокринной бабочкой или галстуком щеголя. На Востоке древние врачи-философы сравнивали щитовидку с огнем, подчеркивая ее значение для организма. На Руси говорили, что увеличивается она от человеческой скупости, которая раздувает железу, словно мешок, превращая в бесформенный зоб. Щитовидная железа является важным регулятором всей деятельности человеческого организма. И иногда, как любой другой орган, она имеет свойство выходить из строя. Об этом мы поговорим сегодня. Знакомьтесь с нашими гостями. У нас сегодня представители Самарского областного клинического онкологического диспансера. Вячеслав Соловов, заведующий отделением интервенционных методов диагностики и лечения. И Александр Махонин, заведующий отделением опухолей головы и шеи. Но прежде всего, прежде чем говорить о каких-то симптомах, нам вместе с нашими зрителями очень хотелось бы понять, вообще что это за орган такой щитовидная железа, как она функционирует, что из себя представляет. Ну, щитовидная железа – это орган эндокринной системы, внутренней секреции, которая отвечает за гомеостаз организма. То есть, отвечает за все основные обменные процессы. За обмен белков, углеводный обмен, за кости, за иммунную систему. То есть, это тот орган, который определяет функционирование организма, в том числе и за клеточный метаболизм. Орган настолько значим для человеческого организма, что через него в минуту перекачивается до 6 литров крови. Представляете, через этот маленький орган 30-граммовый, 6 литров крови перекачивается в одну минуту. Вообще впечатляет. Вот, кстати, сравнение очень такое говорящее. А почему бабочкой называют? Он по форме напоминает бабочку. То есть, состоит из правой и левой долей и соединяется с перешейком. Похоже на бабочку, действительно. Вот если, например, щитовидная железа заболела, если так можно примитивно сказать, если нарушается ее функционирование, то что в это время происходит с нашим организмом? Если говорить просто об увеличении так называемом эндемичный зоб, кстати сказать, Самарская область входит в те регионы, где йода в продуктах питания, в воздухе и в воде не хватает, то да, для того, чтобы осуществлять нормальное функционирование организма, щитовидной железе приходится увеличиваться в размерах эндемичный зоб. То есть, это встречается достаточно часто, чтобы обеспечить то функционирование. Если мы будем говорить об опухоли заболеления, там другая причина их возникновения, там другие теологические факторы. Патология щитовидной железы, так скажем, может протекать с эотиреоидным состоянием, то есть с нормальной выработкой гормонов щитовидной железы, либо с гипертереоидным состоянием, то есть повышенная выработка гормонов щитовидной железы, либо с гипертереоидным состоянием, то есть функция щитовидной железы в данном случае будет снижена. То есть гормонов будет недостаточно? И то, и другое, в общем-то, влечет за собой ряд патологических факторов. Лучшая ситуация, когда имеется патология щитовидной железы на фоне нормального его функционирования. Гипертереоз ведет за собой большие последствия, то есть организм человека начинает работать, так скажем, на износ, то есть нарушается функция работы печени, нарушается функция работы всех других гормональных органов, функция работы желудочно-кишечного тракта, человек начинает худеть, у него становится неустойчивая психика, нервозность, так скажем, ощущение жара в теле. При сниженной функции щитовидной железы человек, как бы, наоборот, впадает в сонливость, то есть он динамичен, апатичен, так скажем, у него идет задержка жидкости в организме, то есть он как бы набирает вес, он становится ко всему безучастным. И всего этого причина вот эти 30 грамм. Да, и всего этого причина 30 грамм. Скажите, пожалуйста, у кого чаще всего встречается патология? У женщин. Да, чаще всего болеют этой патологией женщины. То есть по статистике женщины в 8 раз чаще страдают от заболевания данного органа, чем мужчины. Это потому что женский организм, он наиболее чувствительный к дисбалансу тереотропных гормонов. Так и хочется сказать, берегите женщину. Второй механизм, там у женщин чаще стрессовые ситуации, они более эмоционально реагируют на все. А щитовидная железа, как корень, которая... То есть любая стрессовая ситуация требует реакции организма, защитной, повышения, там, какой угодно. И поэтому щитовидная железа реагирует. И по статистике, там, узловых образований у женщин в 4 раза больше, чем у мужчин. Рака щитовидной железы в 8 раз больше, чем у мужчин. И так далее, и тому подобное. То есть, скажем, если в прошлом году в Самаре было выявлено около 1650 новых случаев рака щитовидной железы, то у мужчин только 300 случаев. Все остальное – это женский. Вы говорите про узловые образования, да? А бывают они только доброкачественные, либо того и другого вида? По статистике, опять же, от 30 до 50-70, по разным данным, процентов женщин имеют узловые образования щитовидной железы. Здесь нужно четко понимать, что 95% из этих образований – это узловые коллоидные зоб. То есть, строго говоря, это не опухоль. Это просто узловые изменения паренхии массовой железы. И только 5% относятся уже к опухолевым образованиям. Это фолликулярные аденомы, которые могут переродиться в рак. И, собственно, злокачественные образования. 5-7% не больше. Большая часть образований, которые есть щитовидной, это узловой коллоидный зоб. То есть, это не опухоль как такова, это узловые изменения щитовидной железы в ответ на внешние воздействия, как-то недостаток йода, стресса, и, как мы уже об этом говорили, различные варианты. С другой стороны, вот эти узловые образования делятся на горячие и холодные. Холодные – это когда при сцентографическом исследовании, есть такое исследование, которое функционально показывает, как функционирует щитовидная железа, это образование не накапливает радиоактивное вещество. И горячие образования, узловые образования – это так называемые автономно функционирующие узлы, которые могут потом перетрансформироваться, не скажу переродиться, а перетрансформироваться в токсическую аденому. Вот эти горячие образования, они, конечно, требуют более пристального внимания. Вот когда, в каких случаях нужно начать беспокоиться? Что должно послужить поводом срочного похода к врачу? Срочного? Давайте я так скажу. Или все-таки нужно просто планово делать это регулярно? Вот как? Здесь есть такое понятие, как профосмотр. Правильно? Вот, наверное, лучше, когда данные узловые образования будут выявлены врачом-специалистом, когда человек о них и не знает, так скажем, и при каком-то плановом осмотре выявляется какое-то узловое образование в щитовидной железе, которое потом дается должная оценка ему, и, соответственно, человек либо отпускается под наблюдение, либо ему предлагается какой-то вариант лечения. Лучший, конечно, вариант, когда человек у себя сам находит это образование. Вот. Но здесь, я думаю, не надо дожидаться. Да, когда... Развернутый случай, если он смог определить. Да, то есть сам у себя определил это образование. И тут, наверное, не надо дожидаться каких-то таких вот симптомов, выдающихся. Надо срочно пойти к врачу. Ну, в качестве рекомендации, если вы женщина, вам за 30 лет лучше пойти и сделать узи щитовидной железы. Ну, как часто нужно его делать? Это в зависимости от результатов узи. А если, предположим, ничего не беспокоит? Раз в год достаточно. Конечно. Узище-то, видно, не надо. То есть раз в год проходите профосмотр, убеждаете, что у вас нет никакой патологии. Это же хорошо. Вот вы называли симптомы сонливость, вялость, депрессивность, увеличение или снижение веса. Вот если все это незначительно, то, ну, так вот я бы подумала, а витаминоз, там, устала, переутомилась или так далее. Что все-таки должно послужить поводом для беспокойства? Ну, витаминоз вообще проблема достаточно надуманная, так скажем. Не надо, наверное, делать самому каких-либо умозаключений. Для этого есть врачи-специалисты. То есть если вас что-то беспокоит... Ну, так а вот непонятно, что беспокоит. Вот вялое сонливость. Вот как же, вот вас беспокоит вялость и сонливость. То есть какому специалисту должны быть? Причин может быть много. Сделать физики начало 4. Участковому терапевту. У нас очень грамотные участковые терапевты, которые, в общем-то, вас внимательно выслушают, выставят какой-то предварительный диагноз, назначат правильное обследование. Скажите, пожалуйста, а какие методы диагностики щитовидной железы существуют на сегодняшний день? Много ли их? К чему я призываю? Не надо заниматься самодиагностикой. Все знают, что нежелательно заниматься самолечением. Я думаю, и самодиагностикой заниматься тоже не надо. Я о ваших методах как раз спрашиваю. Надо обратиться к врачу. Щитовидная железа – это орган наружной локализации. И в целом, так скажем, опытный врач, проанализировав жалобы больного, проанализировав, в общем-то, историю развития этих жалоб, осмотрев больного и применив пальпацию, может уже оставить предварительный диагноз. Но для окончательной диагностики, конечно же, он назначен дополнительные методы исследования. Ведущими дополнительными методами обследования щитовидной железы является сонография щитовидной железы. Ну, проще говоря, УЗИ щитовидной железы. Сейчас, в общем-то, сама раснащена более чем современными аппаратами УЗИ. И опухоли размером от миллиметра до трех, они, в общем-то, без проблем лоцируют. Далее любая опухоль, обнаруженная в щитовидной железе, подлежит пункционной биопсии с последующим цитологическим исследованием данного пунктата. Далее, так скажем, по каким-то, так скажем, показаниям могут быть выполнены еще ряд эндоскопических обследований. Стенциография щитовидной железы, компьютерная томография шеи щитовидной железы или магниторезонантная томография шеи щитовидной железы. Это все делается уже по строгим показаниям. Необходимо обязательно задать определенные лабораторные, так скажем, исследования. То есть это тиреотропный гормон, гормон гипофиза. Обязательно надо исследовать уровень гормонов щитовидной железы, так называемые Т3, Т4, тиранин и тироэксин. Обязательно надо сдать тиреоглобулин, антитиреоглобулин. Так скажем, тест на антитиреоидную пероксидазу. И после этого сформировать, так скажем, клинический диагноз. И, соответственно, либо назначить человеку какое-то лечение, либо же оставить его под наблюдение. Я знаю, что есть такие очень гиперответственные пациенты, люди, которые приходят часто к своему участковому и говорят, я хочу сдать анализ на гормоны. Стоит ли вообще это делать вот просто так и время от времени? Если человеку хочется, почему его не сдать? Ну, в принципе, да. Тем более у него, если есть патология щитовидной железы, так скажем, в роду, так скажем. То есть есть семейный анамнез по заболеванию щитовидной железы. Почему бы к этому человеку не отнестись более внимательно? Ну, рекомендуется раз в три месяца при заболевании щитовидной железы сдавать анамнез. Вячеслав Александрович, по поводу лечения все-таки, какие методы лечения существуют? Мы говорим сейчас об узловых образованиях. Совершенно верно. Об узловых образованиях. Для того, то есть существует несколько методов лечения, как современные, так традиционные, которые прописаны во стандартах. Лечение, для любого вида лечения есть строгие показания. То есть учитывая то, что 95% узлов являются доброкачественными узлами и чаще всего не причиняют никаких жалоб больному, то в данном случае рекомендуется наблюдение. Просто раз в полгода делать ультразвуковое исследование и наблюдать. Другое дело, есть ли узлы растущие или узлы теплые или горячие. Мы уже обсуждали эту тему. То есть теплые и горячие узлы обычно приводят к гипертиреозу. Гипертиреоз – это то состояние, которое обязательно требует коррекции. Методов лечения несколько. Традиционный хирургический метод лечения, когда делается операция гемитиреоид и тектомии, удаляется доля вместе с этим горячим узлом. Современные методы лечения – это лазерная деструкция узла, этаноловая деструкция узла и радиочастотная абляция. Наиболее оптимальным с нашей точки зрения является именно радиочастотная абляция. Это тот метод, который мы внедрили в прошлом году в нашем лечебном учреждении, и на сегодняшний день прошло более ста человек, мы получили первые результаты. Результаты очень обещающие. То есть и жалобы у больных исчезли на чувство дискомфорта в области шеи, кашель, толстые шеи. И, соответственно, нормализовался практически у всех гормональный фон. Поэтому мы считаем, что малоинвазивные современные методы лечения показаны тем пациентам, у которых есть жалобы, или у которых есть признаки гипертироза. Не все узлы нужно лечить. Давайте сейчас поговорим о вашем вот этом новом методе лечения, безоперационном, да, можно так его назвать? Потому что лучше все-таки один раз увидеть, чем несколько раз услышать, и сходим на небольшую экскурсию к вам в диспансер. Хорошо. Вот, видите? Вот здесь вот нужно, это уже косметический недостаток. То есть у этого узла есть темп роста. Он, я говорю, косметическую, она, наверное, кашляет, дискомфорт, платок не может повернуть. И, скорее всего, он будет и дальше расти. С уплотнением на шее Валентина жила 15 лет. Два года назад начался постоянный кашель. После обследования выяснилось, что причина в щитовидной железе. Женщине предложили операцию по ее удалению. Но хирург-онкоцентра рассказал о новом методе лечения. На экране будет видно белый такой появляется зона абляции. Это просто в реальном времени наша задача сделать весь этот узел белым. Метод радиочастотной абляции состоит в том, что под УЗИ-контролем в узел на щитовидной железе вводится электрод. Он подает радиочастотные волны высокого излучения. Зона вокруг электрода нагревается выше 80 градусов и разрушает узел. Узел уменьшается в течение года. 30% уменьшение объема в течение первого месяца. И за 6 месяцев минус 70-80% объема. Во время операции пациент не чувствует никакого дискомфорта. Процедура длится около 15 минут. Значит, мы делаем перерыв, разрешаем пациенту глотнуть. И спрашиваем, как дела? А, нет, голосом надо говорить. Хорошо. Хорошо. Это мы контролируем, как у нас с возвратным нервом. Я решилась, ну, лучше, чем удалять, так надо попробовать все возможное. Вы знаете, я даже не могу сказать, что это операция, это, наверное, процедура. Поэтому, как бы, вот, каких-то ощущений больше боязни было, чем вся процедура проходила. О данном методе лечения специалист Сокот Вячеслав Соловов узнал от его основателя, корейского профессора Баика. В его клинике прошел стажировку и предложил внедрить РЧА в Самарском онкодиспансере. Идею поддержало руководство. Вместе с хирургом Александром Махониным за короткое время провели множество процедур. Результаты превзошли корейские. Мы проанализировали те, так скажем, ошибки, те трудности, которые были у них, вняли их рекомендациям и, соответственно, не повторили те ошибки. Сами понимаете, умные люди учатся на чужих ошибках, они стараются их воспроизвести. Самара практически единственный регион в России, где начали лечить узлы щитовидной железы без операций. Подобный опыт существует в Санкт-Петербурге, но он не получил распространения. Вы сказали, что данным методом прооперировано уже определенное количество пациентов. 110. 110. На основании этого вы можете делать выводы о его эффективности. Да, совершенно. У нас есть уже годичное наблюдение за несколькими больными, соответственно, есть суточное наблюдение за больными. В целом метод, в общем-то, хороший. Эффективность этого метода можно оценить как свыше 95%. Да, да. То есть это... Большая часть случаев он помогает. Вот из этих 100 человек он оказался неэффективным или малоэффективным. У двух пациентов, которые потом пришлось прооперировать. То есть здесь как бы надо пояснить, то есть что мы имеем? Мы имеем узловое образование в щитовидной железе, ну каких-то размеров, допустим, 4 сантиметра в диаметре. Данное узловое образование вызывает нарушение функций организма. То есть человеку тяжело дышать, так скажем, может быть тяжело проглатывать, может быть появляется дисфония вследствие, так скажем, сдавления возвратного нерва данным образованием. Раньше единственным альтернативным методом была хирургическая операция. В объеме удаления половины доли щитовидной железы. Каких-либо достоверно известных медикаментозных средств, которые могут редуцировать, ну, проще говоря, рассосать этот узел, неизвестно на сегодняшний момент. Вот. Сейчас с нами внедрена уникальная методика, то есть РЧА узлов, симптомных узлов щитовидной железы. Что мы имеем? У человека есть жалобы. С помощью данного уникального метода под контролем УЗИ этот узел разрушается и превращается в рубец, который по размерам может быть, так скажем, полсантиметра, сантиметр, так скажем, может быть даже полтора сантиметра. Не в этом суть. То есть исчезают жалобы, которые были ранее. И все. И далее человек наблюдается, так скажем, рекомендуется УЗИ через 6-8 месяцев, так скажем, и наблюдается за этим узлом. И вот у нас есть годичное наблюдение практически. То есть изменение объема узла от 95 до 98 процентов, исчезновения полностью жалоб, соответственно, возвращение больного к эудириоидному состоянию, то есть к нормальной функции щитовидной железы. Ну, данный метод, в общем-то, можно рекомендовать как альтернативный хирургическому вмешательству. И более того, этот метод, наверное, остается единственным методом у возрастных больных, так скажем, то есть достаточно пожилых больных. У больных, имеющих выраженную сопутствующую патологию, какой-то там некомпенсирующийся сахарный диабет, там перенесенный инсульт, инфаркт, так скажем, в анамнезе, выраженная как раз функция щитовидной железы, то есть гиперфункция щитовидной железы, которую с помощью медикаментов нельзя привести к эудириоидному состоянию, и тогда мы его берем, так скажем, на малокомпенсированном, вот медикаментозном, так скажем, эудириозе и получаем, в общем-то, очень хороший, обнадеживающий результат. Я думаю, что любой больной предпочел бы именно такую альтернативу, безоперационный метод. Как получить такое лечение? Ну, первичное обращение, конечно, в поликлинику по месту жительства, где доктор первичного звена определится, что действительно у данного человека есть патология щитовидной железы. Далее этот человек с направлением на обследование, с паспортом и с полисом обязательного медицинского страхования приходит в наш, так скажем, монкоцентр, где ему проводятся необходимые методы обследования, устанавливается доброкачественный характер данного образования, и, в принципе, так скажем, больной отбирается на это лечение коллегиально, то есть Вячеслав Александрович Мемной. Если это лечение ему показано, то он получает это лечение. Еще раз хочу прямо акцентировать. Данный метод применяется только для доброкачественных образований. Вы знаете, вот вы сказали, что 95% образований в щитовидной железе все-таки доброкачественные, и это звучит очень оптимистично для слуха, но тем не менее 5% все-таки остается. И какой бы малой ни казалась эта цифра, она на самом деле, что за ней стоит? Она достаточно серьезная? Да, она достаточно серьезная. Здесь проблема диагностики опять возникает. То есть ультразвук не позволяет в 100% случаях диагностировать рак щитовидной железы. Да, есть системы, разработанные международные, которые есть критерии определенные, которые характерны для рака щитовидной железы, но эти критерии тоже с какой-то определенной диагностической точностью работают. Например, наиболее часто встречающийся рак щитовидной железы – это папиллярный рак, сейчас будет опять немножко оптимизма, который хорошо лечится, медленно растет, практически не метастазирует и может находиться в организме человека более 10 лет, никак себя не проявлять, который выявляется с помощью пункционной биопсии. Менее часто встречающийся так называемый фолликулярный рак щитовидной железы – те же самые причины возникновения, которые не особо четко прописаны, не особо четко известны. Есть ссылки на генетические факторы, на радиацию, на экологию, на то есть он 5-10, но тем не менее. То есть тоже достаточно хорошо лечится, но этот рак уже можно выявить на УЗИ, этот рак уже прогноз хуже, он уже метастазирует. А есть такой медулярный рак, который не видно на УЗИ практически, выявить его практически очень сложно, да? Только с помощью пункционной биопсии. С помощью пункционной биопсии, или там нужно на кальциоэнтонин сдать анализ крови, только тогда мы можем заподробить, потому что он очень злокачественный, он рано метастазирует, он очень агрессивный, поэтому здесь, конечно, нужно более пристально относиться к любым узловым образованиям. Поэтому прежде чем отбирать на наше лечение, мы, конечно, стараемся все необходимые диагностические мероприятия провести. Даже более того, оговорюсь, мы используем принцип двух негативных пункционных биопсий. То есть мы делаем две пункционные биопсии под контролем УЗИ. Вот. Опять же, я хочу дополнить Вячеслава Александровича. То есть вот популярный рак, он хорошо выявляется цитологически. Фолликулярный рак, его цитологически выявить сложно. То есть это определенная проблема для врачей-цитологов, и поэтому все больные, у которых есть цитология, фолликулярные опухоли, те идут на хирургическое лечение. То есть вот наличие, так скажем, фолликулярных структур является одним из противопоказаний к проведению РЧА щитовидной железы. Ну, вот Ваша задача все-таки не пропустить, обнаружить и вылечить, а наша задача заниматься некой профилактикой онкологии щитовидной железы. Существует ли она, в чем она, что можно сделать для того, чтобы уберечь себя? Ну, так как причины возникновения до конца не определены, то и профилактика достаточно такая, тоже не очень определенная. Но есть четкое понятие, что рак чаще возникает там, где не хватает йода. То есть недостаток йода ведет к различным пролиферативным процессам щитовидной железе, к образованию узлов, коллоидов узлов, узлов с пролиферацией. То есть щитовидной железе приходится себя, так сказать, перестраивать, чтобы обеспечивать этот необходимый гомеостаз. Вот. Здесь очень простой метод профилактики, то есть добавлять йод с пищей. Потому что в нашем воздухе йода нет, в нашей воде йода тоже нет. В каком виде добавлять йод с пищей? Что все-таки лучше? Самое простое – это заменить обычную поваренную соль на иодированную. Это самый простой способ. Вот. Второй метод профилактики рака щитовидной железы – это минимизировать облучение. Вот как раз хотелось спросить про солнечные лучи. Минимизировать облучение и солнечные в том числе. То есть это уже четко достаточно определено. Хиросима Нагасаки дало всплеск рака щитовидной железы в Японии. Чернобыль. Это безумное количество детей заболевших. Вот. И те, кто работает с радиацией, они, конечно, входят в группу риска. Им нужно чаще обследоваться на предмет наличия опухоли. Ну, есть образ жизни. Еще слышала, что про тяжелые физические нагрузки. Это может каким-то образом влиять? Ну, достоверно это недооказано. Тяжелые физические нагрузки? Ну, сообщается и о таких фактах. Нет, нет, нет. Умеренные физические нагрузки снижают рейкс рака любых локализаций. Умеренные. И тяжелые как раз говорится о том, что приводят к выбросу мужских половых гормонов, соответственно… Это кто вам такой? К росту и удовольствия. Это мне рассказал интернет. Вячеслав Александрович, я могу добавить только то, что еще, конечно, есть так называемые привычные интоксикации или проще известные в народе как вредные привычки – курение. То есть, во время горения табака, скажем, точнее, табак на себя впитывает, во время его роста так называемой радиоактивной полонии. Во время его горения он избирательно, так скажем, откладывается в щитовидной железе. А щитовидная железа, вот Вячеслав Александрович заметил, это наиболее радиочувствительный орган человеческого организма. То есть, вот на микродозы радиации он реагирует своей пролиферацией. Очень важно избегать стрессов. Стрессы – это бич для щитовидной железы. И не только. Ну что ж, способов защиты немного, но тем не менее они все-таки есть. Будем употреблять йод, будем защищаться от ультрафиолетового излучения. Спасибо огромное вам за участие в программе. Как бы ни продвинулась вперед медицина, все-таки наше здоровье в целом в наших руках. И щитовидная железа может пострадать в обыденной ситуации. Сильный стресс может вызывать гормональные сбои, в том числе изменять секрецию гормонов щитовидной железы. Ну а что касается табака, то он оказывает токсическое действие на щитовидку, как только что мы еще раз в этом убедились. Берегите эндокринную бабочку и будьте здоровы!